Вот смотрите, надо действовать в условиях того, что мы имеем. То есть, мы теорию знали, теперь действуем в условиях того, что умеем. Мы уже имеем вот такие школы, такие классы, все это не изменишь быстро. Образовательная реформа – это самое сложное, что можно делать вообще в этой стране. Поэтому мальчика берем, отдаем сердцу. Вот меня отец отдал в самбо, я ему очень благодарен за это. Я там развивался как мужчина, девочку в танцы отдаем. Не в аэробику, там, гантельки кидать, а в танцы. Пианино, рисование, то есть, женские вот эти качества развивать у женщины надо. А мужчины мужские. И все, то есть, в свободное от школы время надо обязательно, чтобы ребенок как-то развивался. Вы скажете, программа очень сложная, некогда ходить на тренировку. А не нужна эта сложная программа. Не нужно из ребенка делать отличника, не нужно. По статистике, практически никто, когда устраивается на работу, не показывает свой табель оценочный. Поднимите руку, кто из вас показал хоть раз, когда устраивался на работу, свой табель с оценками? Смотрите в зал. Пять человек, шесть. А кто никогда не показывал, поднимите руку? Все. Так на хрена тогда нужны эти пятерки? Я тоже никогда не показывал. На хрена нужны эти пятерки? Пускай человек просто выучится и все, развивать его как человека. Потому что если ребенок упахивается в учебе, он просто деградирует. Ему, как эта инфузория кутелька совокупляется, никогда в жизни не пригодится. Зачем ему это сдавать по биологии? Эти все вот эти вот, понимаете, это безумие. Вот детей учат тому, что в жизни никогда не понадобится. Вот у меня дочь мне рассказывает, что ее требуют изучить, как Белинский критикует Гоголя. На хрена ей это надо вообще знать? Белинский критикует Гоголя. Когда она выучится уже, ей не надо будет знать даже, как Путин критикует этого Обама. Понимаете, зачем это все? Ну, требует. Ну, на троечку сдавай и все, и нормально. Но развивать как человека надо, понимаете? Вот, допустим, даже просто, вот вы говорите, думаете, что я вас в любви какой-то учу. Вот я, допустим, когда в медицинском учился, я больше уделял времени работе с пациентом, а не слушанию лекций. И у меня иногда тройки, иногда четверки. Но я выучился как врач, серьезно, понимаете? Потому что я направил свою силу туда, куда надо в своей жизни. Специализация, не важно. Я все поменял. Кожная болезнь была специализация. Это все, понимаете, человек сразу же не может понять, кем он будет. Ну, выучился, допустим, он на дерматрене и нероводах. Я не стал этим заниматься. Я потом много еще чего переучил в своей жизни. То, что мне нужно было. Вот. И сейчас у меня и терапия специализации, и было рефлексотерапия. И в Индии учился там и так далее. И сейчас по общественному здоровью вообще кандидатскую защиту. Потому что это связано с моими лекциями. Ну, то есть человек сам потом решает, кем ему быть, где и когда. То есть это все зависит от его направленности в жизни, от его наклонностей. Но сразу как ребенку понять? Вот как он поймет сразу, кем ему быть? Он же не понимает сам, не чувствует этого. Но он учится, и учится, где ему говорят. Зачем там упаковываться? Это знание о том, как ты дальше свою жизнь устроишь, приходит позже в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok